Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Наравне с сахаром и гречей, что жители края скупают в аптеках и как в регионе планируют бороться с дефицитом лекарств. Половой орган не показывал, а драки – это все провокации. Мама 10-летнего школьника, который держит в страхе детей и педагогов, прокомментировала поведение сына. Лица войны Барнаулиц по черепу воссоздает облик бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Многие жители Алтайского края столкнулись с дефицитом лекарств в ряде аптек. Особенно это касается жизненно важных препаратов, которыми люди начали запасаться впрок. Сегодня в Минздраве обсудили, какие меры помогут избежать нехватки лекарств. Наша сеть уже чувствует проблемы с данными препаратами. Это и антибиотики, это бронхиальная астма, это антидепрессанты, сахарный диабет. Напряжение в аптеках край растет. Страх остаться без жизненно важных препаратов заставил жителей региона буквально сметать полки аптек. Такой спрос по 10-20 упаковок в одни руки. Начали люди перестраховываться и выкупили полностью объем, который должен был полномерно распределиться в течение 2022 года. Уже в марте жители региона столкнулись с дефицитом инсулина в ряде аптек. Пациенты, имеющие проблемы с щитовидной железой, не могли найти эльтероксин. Этот препарат вообще побил все рекорды. Если в январе было отпущено в розницу, ну это имеется ввиду именно коммерческий сегмент, порядка 19 тысяч упаковок разных торговых наименований данного препарата. В феврале это 18,5 тысяч, то за март отпущено практически 66 тысяч упаковок. В Минздраве региона сообщили об увеличении стоимости препаратов на коммерческом рынке примерно в 20%. На эту цифру влияет и ажиотаж покупателей, и искусственная накрутка цены, и реальные проблемы, с которыми столкнулись производители. При этом ведомства подчеркивают, государство регулирует стоимость жизненно важных лекарств. Есть понимание, что льготные категории пациенты, которые лечатся в стационаре, будут обеспечены препаратами. Также с этого месяца начнут действовать поправки в законы, которые помогут избежать проблемы с поставками. Важно было упростить доставку лекарственных препаратов из-за границы, которые сегодня законтрактованы, которые ждут потребители. На этом пути есть наши законодательные преграды, мы их снимаем, в том числе возможность завозить иностранные препараты на счет той упаковки без маркировки, которая произведена за рубежом, но упростив наклейку российскую, прилепил, значит и все, можно уже запускать в торговый оборот. И еще одна мера, которая должна уберечь от дефицита лекарств. Теперь по новым правилам поставщики обязаны уведомить надлежащие органы о своем уходе с рынка России как минимум за полгода. На днях на нашем телеканале вышел сюжет про второклассника 114-й школы, от которого страдают ученики и учителя. По словам родителей одноклассников мальчика, они постоянно снимают с детей побои и пишут в разные инстанции, чтобы их оградили от агрессивного ребенка. После выхода материала на связь с автором Софией Яценко вышла мама того мальчика, на которого жалуются в школе. Передаю ей слово. История о 10-летнем школьнике, который терроризирует одноклассников и учителей, прогремела не только на весь Барнаул, но и дошла до федеральных СМИ. Об этом рассказала мама обвиняемого ребенка. Ее даже пригласили на передачу, но от участия она решила отказаться, как и пообщаться с нами на камеру. Но свою правду все же рассказала и поделилась фото и аудио доказательствами. Так женщина опровергает информацию, что мальчика воспитывает отчим, говорит у ребенка родной отец, который, к слову, сына не избивает. Также утверждает, что описание поведения у ребенка не соответствует действительности. Половой орган мальчик не обнажала. Драки – это ответ на провокации и травлю одноклассниками. Это голосовое сообщение ей прислала мама другого второклассника. В основном они его провоцируют на драки, на все, обзываются. Поэтому она говорит, я на них ругаюсь, говорю, что вы бессовестны, вы ровноцируете, а потом своим родителям и учительнице жалуетесь. Виноват. Причем травля направлена не только в адрес мальчика. В родительском чате, судя по записи, словесно подначивают и саму женщину. Да понимаете, жаловаться, неохота идти. Вот я говорю, в голове одна мысля вертится. Вот пойти и на... Раз не научилась детей своих воспитывать. Ее учить тогда надо. Вот я говорю, из последних сил, из пальцев высасывает, чтобы не... Также мама мальчика утверждает, что обследовала сына у разных специалистов, но ни один из врачей не поставил диагноз, который бы указывал на психическое отклонение. Но в редакцию продолжают поступать жалобы на мальчика от родителей его прежних одноклассников. Напомню, школьника перевели в новый класс в ноябре прошлого года. Сейчас женщина решила разобраться в сложившейся ситуации через суд. Мы будем продолжать следить за развитием событий этой неоднозначной истории. Делом о заточении журналистов теперь занимается Следственный комитет. В середине марта наша съемочная группа приехала в садоводство «Энергетик» освещать тему спорных земель. Однако все пошло не по плану. После окончания съемки корреспондент и оператор три часа провели в плену. И лишь после приезда правоохранителей вышли на свободу. Подробности инцидента в нашем следующем репортаже. Не-не-не, я вас туда не удерживаю. Я не могу ключи найти, представляете? Закрыл и уехал в середине марта этого года бизнесмен Сергей Сухоруких, который владеет участками земли в энергетике, заточил нашу съемочную группу еще одного мужчину в садоводстве. Мол, частная собственность. Лишь спустя три часа удалось выбраться с помощью правоохранителей. Мы написали заявление. Правоохранители нам сказали, что все материалы дела переданы в следственный комитет. Идет доследственная проверка. Между тем, буквально вчера я ездила в следственный отдел для дачи показания. После съемки мы отправили запросы Минприроды с просьбой разобраться со свалкой, которая образовалась в энергетике на месте строительных работ, которые идут под руководством Сухоруких. А Сухоруких утверждал, что это его земля. Мы запросили информацию в Росреестре по поводу реальных земельных границ бизнесмена. Там ответили крайне завуалированно. Всю необходимую информацию относительно характеристик земельных участков, в том числе расположенных в СНТ «Энергетик» города Барнаула, есть возможность получить с помощью интернет-сервиса публичная кадастровая карта. Росреестр так мне не дает полного ответа, какая у него занимает на сегодняшний момент территория. К слову, ни наши юристы, ни мы не смогли определить границы земельных участков по кадастровой карте. Поэтому и обратились в Росреестр, но ВОЗ и ныне там. А между тем, Минприроды направила письмо в мэрию Барнаула, чтобы там занялись вопросом ликвидации незаконной свалки. А также запрос в МВД, чтобы те установили виновника, который сбрасывает отходы на почву. Сумма штрафа в зависимости от категории лиц варьируется от 3 до 250 тысяч рублей. Мы, в свою очередь, продолжаем следить за развитием событий. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский, Андрей Печоркин. День с толком. Из-за взлета цен на продукты, в частности сахар и гречку, алтайские производители увеличат их производство. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Сахар начнет производить Бийский сахарный завод. Его перезапустят раньше, чем планировали в 2024 году. Собственники вложили в проект около 200 миллионов рублей, а перерабатывать гречку и выпускать крупу будет Барнаульский элеватор. Им владеет московский инвестор и уже несколько лет реконструирует предприятие. В этом году там появится гречка-цех. К новому урожаю, это сентябрь текущего года, этот цех будет запущен. Все разрешения получены, строительная часть закончена, оборудование уже фактически на площадке, то есть часть до приходит уже, в Россию все. По словам Большакова, дефицита продуктов питания на Алтае нет. Более того, почти 80% зерновой продукции вывозят из региона. Проблем с производством быть не должно, заверяют власти. Так сейчас прорабатывается логистика доставки импортных запчастей из других стран, в основном азиатских. Больше 70 тысяч IT-специалистов покинут страну уже в апреле, полагают в Российской ассоциации электронных коммуникаций. И это будет второй волной оттока айтишников. В первую, по данным РАЭК, уехали 50 тысяч специалистов данной отрасли. А вот что происходит на Алтае. Почему IT-специалисты покидают страну и действительно ли так велика цифра, узнавала Анара Шагирова. Уехавших за рубеж IT-специалистов уже больше 50 тысяч. Это данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Накануне Наталья Гасперская, российский предприниматель в этой отрасли, рассказала, что из страны айтишники уезжают табунами. Даже не из-за материальных благ, а просто поддаются панике. Однако цифра покинувших страну специалистов преувеличена, считают на Алтае. Все обстоит не так масштабно. Из IT-компаний уехало специалистов, ну может быть, 8 или 9 тысяч, там 7-8-9 тысяч специалистов всего. Если брать отток фрилансеров, которые сами на себя работают, на иностранной компании в том числе, ну допустим, еще добавить там 1015. То есть вся общая история может быть около 20 тысяч. Мало что изменилось только у тех, кто работает в пределах России или на страны Востока. А те, кто сотрудничал с Европой, к примеру, не понимают, как получить зарплату. Но если он работал на западной компании, то в некоторых случаях у него в принципе не остается выбора. И то есть эти западные компании транслируют, что если вы остаетесь в России, мы, к сожалению, должны будем с вами завершить наши трудовые взаимоотношения. Да, зачастую, предоставляется выбор. То есть предоставляют очень выгодные условия для переезда, вплоть до того, что обеспечивают жильем. Есть знакомая целая команда, уехала в Черногорию. По словам Вадима Гладышева, только в его компании два человека на время переехали в Армению и Грузию. Другие айтишники в какой-то момент выдохнули после новостей о господдержке в виде льготных кредитов, нулевых налогов и отсрочки от армии. Эта помощь, она пошла только крупным компаниям, таким как уровни 1С, Битрикс и другим крупным компаниям, чей оборот превышает 150 миллионов рублей в год. А все компании, назовем так Барнаула-разработчики, редко кто работали на обществе налогообложения и смогли воспользоваться этим льготой. Что касается льготных кредитов, то есть на текущий момент не один банк, то есть эти льготные кредиты выдавать не начал. То же самое с ипотекой. Соответственно, что касается отсрочки по армии, то есть это приняли только что. Но опять же, условий указано очень много, и опыт работы и так далее, но прецедентов пока нет. Айти-отрасль сама по себе замкнута, говорит Виталий Лаженцев. И пожалуй, что люди из этой сферы действительно тонкой душевной организации. Уверяет, многие из уехавших на фоне событий просто решили пожить в другой стране. Мы ожидаем волну того, что будут возвращаться назад. Никто не ждет с распростертыми объятиями наших ребят за границей в любой стране. Ждут только высокопрофессиональных кадров, которые умеют делать сложные вещи и хорошо знают иностранные языки. Таких немного. А самых обычных ребят нет. Они убедятся, что там тоже не все так хорошо. Поэтому какой будет и будет ли вообще вторая волна оттока среди IT-специалистов – большой вопрос. Специалисты, в том числе уже упомянутая Касперская, говорят, что для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия. Анна Рашегирова, Вадим Быстревский. День с толком. Робот, программа управления. К нему все написано школьниками. В Барнауле работает профильная смена технической и IT-направленности «Фабрика гениев» и занимаются в ней дети со всего края. С ними познакомился Артем Гусельников. Самодельный робот из конструктора и собственноручно написанная программа управления. С октября прошлого года в региональном центре «Талант-22» барнаульские школьники изучают азы робототехники. Теперь это возможно и для детей из Камня-на-Аби, Славгорода и семи районов края. Все они участники профильной смены «Фабрика гениев». Потому что из лего можно собирать разные штуки. Например, вот танк собрать, из лего легко собрать танк. Или самолет, который я уже делал много раз из лего. Лего – это простая штука, чтобы собирать что-то такое большое. Собирают здесь действительно многое. Робофутбол, электронных животных, эко-ботов и захватывающие машины для переноски предметов. Параллельно с этим дети углубляются и в смежные отрасли. Например, химию. Мы делали роботохимика, это был конвейер, получается, он передвигался, захватывал колбы и смешивал их. Больше сложно было, получается, в конструировании поставить правильно гусеницы, чтобы они хорошо работали. Ну, сложно это было, ну, достаточно сложно. Но несмотря на сложности, участники «Фабрики гениев» продолжают создавать новые устройства. Такая практика, говорят преподаватели, развивает в детях и коммуникативные навыки, и стремление к науке. Здесь важно то, что робототехника и информационные технологии – это как надпредметные знания. То есть они в будущем будут и физиками, и химиками, и экологами. Но, тем не менее, их объединяет то, что им нужны эти информационные технологии. Сегодня юные конструкторы и программисты примут участие в седьмой региональной олимпиаде по робототехнике, где представят свои проекты. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Новое слово в поисковой работе и археологии. Боец алтайского поискового отряда Артем Буймов по черепу воссоздает облик бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В Алтайском крае Артем пока единственный, кто занимается такой важной работой. Насколько она сложна, расскажем далее. Это полевая петлица от шинели. То есть шинель, фрагмент шинели, и на ней полевая петлица. Кусочек карандаша, звезда с пилотки рядового, стирательная резинка, мундштук. Все это находки алтайских поисковиков. Артем примкнул к движению, когда ему было 13. Чуть позже заинтересовался антропологией. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое. Начиная от пола возраста, заканчивая какими-то индивидуальными особенностями. Допустим, курил болец или не курил. Артем пошел дальше. Он начал воссоздавать облик бойцов по их черепам. Общался с теми, кто работает в Московской лаборатории реконструкции Российской Академии Наук. Именно эти люди воссоздавали облики неандертальцев, российских царей и полководцев. Реконструкция – дело сложное, но интересное. Фотографии самих черепов распечатываются в масштабе один к одному. И дальше создаются контурные реконструкции. То есть наносятся все основные швы черепа и в определенных корониметрических точках наносятся толщины мягких тканей. А это уже готовая графическая реконструкция, сделанная Артемом с помощью простых карандашей и парочки цветных. Так мог выглядеть погибший в 42-м алтайский боец Сергей Голованов 1904 года рождения. А так он выглядел в действительности. Сходство есть. Совсем недавно Артем вручил реконструированный образ еще одному солдата – Василия Ермакова его внучкам, живущим в Троицком районе. К слову, ни одного фото деда у них не сохранилось. Есть схожесть с какими-то племянниками, с сыном, что-то вот какое-то где-то. Мы очень рады, что у нас хотя бы, ну мы теперь можем сделать на памятник что-то, а то просто у нас было там надпись и все. Ну хотя бы что-то, на кого посмотреть, прийти на кладбище. Это уникальная возможность для потомков увидеть своего предка. Тут не сохранилось вообще ничего от солдата в плане фотографии или какого-то портрета. Поэтому это новое слово в поисковом движении, в поисковой работе, я думаю, что он имеет огромные перспективы и будет пользоваться большим-большим спросом. И привлечет к себе много новых молодых специалистов. Недавно Артем воссоздал портрет неизвестного солдата. Посредством реконструкции появится возможность найти родственников бойца. А после участия парня в студенческом форуме появились желающие стать последователями поисковика. 15 ребят со всей России готовы учиться искусству реконструкции. Ведь обладать художественным талантом не обязательно. В планах у Артема воссоздание облика еще троих погибших солдат. А в августе он собирается в очередную поисковую экспедицию. Ведь не поднятых с полей сражений бойцов еще много. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Украшения тысячелетней давности, оружия времен Чингисхана и одежда, которую носили наши предки. Все эти экспонаты стали частью выставки сразу после их реставрации. Как изменились вещи после того, как побывали в руках дарующих долгую жизнь, расскажет Анара Шагирова. Реставраторы сродни врачам. Вот только оберегают они память. В их руках оказываются вещи, которые долгое время ютились на чердаках, использовались не по назначению и даже тысячелетиями лежали под землей. Среди них перстень 7 века н.э. Нашли его в древних захоронениях в Павловском районе еще в 60-х годах прошлого века. Бронзовое кольцо принадлежало мужчине, рассказывает Артем Кунгуров. Вряд ли это перстень он носил на руках. Скорее всего, они свидетельствовали о его социальной значимости, о важности его в структуре общества. И такие вот перстни ему, скорее всего, дарили. Когда он умер, есть такой обычай подносить какие-то пожертвования умершему. И, скорее всего, его родственники, может быть, какие-то благодарные люди, с которыми он служил вместе, воевал вместе, они вот надарили ему перстни уже для того, чтобы они сопровожали перстень его в загробном мире. В полторы тысячи лет перстень пролежал под землей. Фрагмент украшения был утерян, а стеклянная вставка заметно помутнела. Реставраторы, которые занимались его восстановлением, они буквально сделали специальную такую пластиковую перемычку, которая позволила этому перстню выглядеть как настоящему, как целому. И вот здесь вот мы видим их очень такую серьезную работу. Ну и затонировали, естественно, вот эту перемычку. И вот если внимательно даже рассматривать, никаких незаметных моментов, связанных с тем, что перстень был разрушен. Наконечник монгольского времени – одежда коренных народов Алтая, иконы и предметы быта. Все это побывало в руках реставраторов, прежде чем снова стать экспонатом. Конечно, когда мы эти предметы получали уже после реставрации, это был такой трепет, вот такое, ну знаете, ожидание. Вы не знаете, что вы получите. Может быть, тут чуть-чуть почище станет, но на самом деле все останется. А может быть, это будет вот получше. А оказалось, вау. Выставка «Было-стало» в Краевеческом музее включила в себя более 50 предметов из разных коллекций. Стать ее гостем можно до 5 июня. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Эфире и хороших вам пригоден. Продолжение следует. Короче, все интернет. По П absurdамắc. Про Краевцы. Про Краевцы. Про Крес. Про Краевцы. Про CADЕ. Продолжение следует...